Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире Новгородского областного телевидения программа «Диалог». В студии Светлана Стерлигова. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 67 97 67. Так что, если по ходу нашей передачи у вас появятся вопросы, не стесняйтесь, задавайте. А в студии у нас сегодня председатель избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна. 10 сентября. Единый день голосования в Новгородской области. Мы будем досрочно выбирать губернатора Новгородской области. Хотелось бы узнать, во-первых, не все политически подкованы, но, тем не менее, вопрос, почему досрочные, люди задают. Если можно, коротко, в двух словах, почему досрочные? Досрочные – это просто название такое в силу закона, потому что досрочно предыдущий губернатор сложил свои полномочия. На его полномочия продлились бы до октября. Да, так бы они до октября продлились, поскольку предыдущие выборы были в октябре 2012 года. На пять лет избирается у нас губернатор. Равно, как и сейчас, выборы пройдут со сроком, и вновь избранный губернатор будет избран на пять лет. Итак, 10 сентября – одинный день голосования. Ну вот, хотелось бы узнать, как у нас с готовностью к этим выборам? В этих выборах примут участие территориально-избирательные комиссии, 22 территориально-избирательные комиссии. Организующие выборы комиссия – это избирательная комиссия Нагородской области и 543 участковых избирательных комиссий. Все готовы. Всего на территории области образовано, сформировано 543 избирательных участков. Из них стационарно, постоянно действующие, это 539 избирательных участков и 4 временных, которые будут размещены в Боровичах, в центральной больнице, районной больнице, в Великом Новгороде, в областной больнице, в СИЗО и клиника номер один на Ломоносово, тоже там будет избирательный участок. В целом у нас по области 507 с небольшим тысяч избирателей? Да, всего на 1 июля зарегистрировано 507 158 избирателей. На региональных выборах могут принимать участие только жители Новгородской области. Если вдруг кто-то уедет или уже уехал, как им быть, как им свой гражданский долг? Если перемещение избирателей связано и в пределах Новгородской области, то сейчас есть такое нововведение, которое установлено федеральным законодательством, которое вступило в силу с 1 июня. Это совершенно новое. 104-й федеральный закон, что избиратель сможет проголосовать в пределах, естественно, избирательного округа, а избирательный округ – это вся территория Новгородской области на региональных выборах, сможет проголосовать, подав заранее, заблаговременно заявление о включении его список избирателей по месту своего нахождения в день голосования. То есть такая возможность была предоставлена, мы неоднократно говорили, и уже очень большое количество людей этой возможностью воспользовались. Уже более 3 тысяч, 3428 человек уже воспользовались этой возможностью. С 26 июля была такая возможность предоставлена нашим всем избирателям, жителям Новгородской области, подать заявление заблаговременно. Такое заявление можно было подать в МФЦ, такой возможностью воспользовались 194 человек. Можно было подать в территориальную избирательную комиссию, как по месту нахождения, так и по месту жительства. И с 30 августа такое заявление избиратели подавали в участковую избирательную комиссию. И вот все вместе у нас получилось на территории области 3400 с лишним человек, которые воспользовались такой возможностью. Кроме того, заявление можно было подать еще и в электронном виде, воспользоваться услугами единого портала госуслуг. Если есть личный кабинет, либо завести личный кабинет и подать заявление. На сегодняшний день еще можно воспользоваться возможностью, но эти уже значительно ограничены у избирателей, поскольку уже не будет так много мест, куда можно подать заявление. А если избиратель непосредственно перед днем голосования узнает, что у него какие-то обстоятельства изменились, и он день голосования 10 сентября не сможет находиться по месту своего жительства, то вот со вчерашнего дня и включительно по 9 сентября до 14 часов может подать заявление в участковую избирательную комиссию по месту нахождения. И, подав такое заявление, может прийти на избирательный участок и проголосовать уже с таким заявлением. Кстати, вот такое заявление у меня есть с собой. Можно вот просто такое заявление подать. Это заявление будет защищено маркой голографической. Вот такая марка будет размещена на заявлении. И вот с таким заявлением на руках, кроме паспорта, придя на избирательный участок, избиратель сможет проголосовать. А где он сможет проголосовать? Ну, там, где он будет находиться в день голосования по месту нахождения. Но не на всех 543 участках, а только на участках, которые определены постановлением избирательной комиссии Новгородской области. Всего таких участков определено 94 избирательных участка. То есть еще не на каждый участок можно прийти? Да, не на каждый. Эти участки, они на оборотной стороне заявления. Можно легко и просто сориентироваться. В каждом муниципальном районе, городском округе, то есть в Великом Новгороде, есть такие участки. В Великом Новгороде таких 12 участков. В принципе, они расположены во всех микрорайонах города. Вот чтобы сориентироваться избирателю, мы сделали на оборотной стороне. До срочных выборов? Да, срочное голосование. Институт досрочного голосования отменен. На региональных выборах их не будет. А вот на муниципальных компаниях, которые также проходят у нас 10 сентября, есть досрочное голосование, уже избиратели голосуют досрочно. 57 человек всего проголосовало в целом на тех в 6 районах, где проходят выборы. Всего у нас 10 избирательных компаний муниципальных. Там есть досрочное голосование. В 6 районах. Да. Вот эти заявления, Светлана, извините, эти заявления, это аналог, но с большими возможностями, скажем, для избирателя, это замена открепительных удостоверений. Потому что не всегда избиратель смог получать открепительные удостоверения. Не в целях какое-то было препятствие, а в плане того, что не всегда была возможность съездить по месту своего жительства и получить открепительные удостоверения. Потому что на это уже были и временные затраты, и финансовые затраты. Ну и не всегда избиратель этим пользовался. А вот сейчас предоставлена огромная возможность для избирателя, чтобы пришли на избирательный участок. И независимо, где в день голосования, будут находиться, прийти и проголосовать. Отлично. У нас есть телефонный звонок от телезрителей. Послушаем. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Вы слышите нас? Алло. Мы слышим вас. Добрый день. Здравствуйте. У меня к вам настоятельная просьба. Почти требование. В восьмой школе не делать выборы на втором этаже. Район людей почти немощных. И очень трудно подниматься на второй этаж. Это не выборы. Это работа. Это не праздник. И надо сделать, и тем более там есть такая возможность, сделать вход на первый этаж. Пусть это будет не парадный вход. Так уже практиковали. И надо к этому вернуться. Людям трудно подниматься по крутой лестнице на второй этаж. А вы говорите о какой-то конкретной школе? Восьмая школа. Восьмая, да. Спасибо огромное за вопрос. Я хочу сказать, что вот у нас на территории области очень хорошая положительная динамика в решении этого вопроса. По переводу помещений для голосований со вторых этажей на первое. На сегодняшний день у нас осталось, по сравнению с 2016 годом, там было 15 избирательных участков, расположенных в целом по области на вторых этажах. Сейчас осталось всего 4. В Великом Новгороде всего остался один избирательный участок. Это спортиндустрии. Но этот участок обеспечен лифтом, которым можно воспользоваться даже инвалидом-колясочником. И в восьмой школе все будет на первом этаже? Поэтому вопрос снят уже. Да, уже снят. Замечательно. Уважаемые телезрители, это программа «Диалог» о предстоящих выборах, о едином дне голосования, который пройдет 10 сентября на территории Новгородской области. Мы ведем разговор с председателем избирательной комиссии Новгородской области Татьяной Юрьевной Лебедевой. Наш телефон 67 97 67. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, поторопитесь. У нас остается немного времени до конца программы. Ну а мы через несколько секунд продолжим разговор в студии. Оставайтесь с нами. Татьяна Игоревна, простите, пожалуйста. Татьяна Игоревна Лебедева у нас сегодня в эфире. И у нас два звонка с нами на связи телезрители. Мы слушаем вас. Татьяна Игоревна, у меня вот такой вопрос. Я нахожусь, я не успела, нахожусь на даче, не по месту прописки. И не успела до четвертого подать, там нужно до четвертого было заявление на голосование. Смогу ли я проголосовать? Я звонила в Алдайский участок, я на Валдае нахожусь. Сказали, все, уже не можете проголосовать. Вы проголосовать однозначно сможете, если вы подадите сейчас заявление до 14 часов 9 числа включительно подать заявление в участковую избирательную комиссию по месту нахождения. И вы сможете с таким заявлением, которое я только что продемонстрировала, прийти на избирательный участок и проголосовать. Вот с таким заявлением и с паспортом прийти на избирательный участок. Здесь у меня образец, как заполняется это даже. Но на избирательном участке вам помогут его заполнить. Наклеют марку защитную и с таким заявлением придя на избирательный участок, который на обороте данного заявления будут распечатаны, прийти и проголосовать. У вас возможность еще есть такая, до 14 часов 9 сентября подать такое заявление. Но мы вот говорим о жителях Новгородской области, которые вот как бы вот здесь живут, например, прописаны в одном районе. Только те, кто обладает избирательным правом на региональных выборах. Это только жители Новгородской области. А если люди уезжают? Уезжают за пределы Новгородской области. Такой возможности нет. У нас новый звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста, мы с вами. А вы с нами? Вот если избиратель приходит на участок, получает бюллетень, и ни один из кандидатов его не устраивает, что делать? Ну, я думаю, что у нас выбор есть. Всего в бюллетень включено у нас 5 кандидатов. И выбор есть для избирателя. 5 кандидатов. И выбрать можно. С программами кандидатов вы, наверное, ознакомлены уже. Потому что очень много места, времени было уделено как в наших газетах, так и на телеэкранах. На радио выступали наши кандидаты. Я думаю, что из 5 кандидатов можно выбрать того, кто близок к вам, чья программа вам ближе всего для понимания. И придя на избирательный участок с паспортом 10 сентября с 8 утра до 20 часов вечера, вы, придя на избирательный участок, получаете избирательный бюллетень, делаете отметку в квадрате против кандидата, которого вы выбрали, опускаете его. Но если используются на стационарные ящики прозрачные, то, чтобы соблюсти тайну голосования, надо просто свернуть бюллетень пополам и опустить в стационарный ящик. Надо сказать, что все пятеро прошли достаточно жесткие муниципальные фильтры, которые у нас были жестче, чем где бы то ни было. Но если вдруг вот так случилось... Я бы не сказала, что жестче остальных субъектов, потому что наше законодательство нашего региона, оно в рамках федерального законодательства, и в некоторых субъектах тоже такой же процент по поддержке кандидатов. Из семи кандидатов, которые были выдвинуты политическими партиями, да, поддержку только получили пять кандидатов. Все эти пять кандидатов включены в избирательный бюллетень. Я еще хотела вам продемонстрировать. Вот на каждом избирательном участке будет такой трафарет для слабовидящих. Здесь вы видите, что фамилии кандидатов без их данных, но фамилии есть, фамилия, имя, отчество и квадраты, где можно поставить, с помощью которых можно сориентироваться и бюллетень внести свои отметки. То есть, придя на избирательный участок, можно попросить у чинов участковых избирательной комиссии такой трафарет, вставить бюллетень, полученный, за который вы расписались, и поставить отметку в любом, напротив того кандидата, за которого вы делаете свой выбор. Все достаточно крупно. А вот скажите, если кто-то не познакомился с программой, получилось так, как наш телевидитель звонил. На каждом избирательном участке будут большие плакаты с фотографиями кандидатов, их биографические данные, будут в рамках законодательства о выборах, будут сведения о доходах и имуществе кандидата, его супруги, его несовершеннолетних детях. Кроме того, избирательная комиссия провела большую работу по проверке достоверности представленных сведений, и будут в этих плакатах еще и сведения, если кандидат ошибся, надеюсь, не умышленно, а бывает и технические ошибки совершают, но что-то упустил, что-то забыл, не указал свое имущество, свои доходы, то в этом же плакате будут и это, что сведения представлены недостоверны. Кроме того, на этих выборах, в отличие от 2012 года, предыдущей кампании, сейчас каждый кандидат представляет еще три кандидатуры, одна из которых в случае избрания кандидата будет наделена по намочиям Хинсовета Федерации. Вот эта тройка кандидатур тоже так же будет в этом плакате. Кроме того, на избирательном участке будут плакаты порядок подсчета голосов. Это хороший ориентир для тех, кто осуществляет контроль на избирательном участке, то есть наблюдатели. Каждый кандидат может по два наблюдателя представить на каждый избирательный участок. То есть по два, это уже у нас 543 участка, то есть больше тысячи каждый кандидат. И умножаем на 5 кандидатов. Кроме того, избирательное объединение, то есть политические партии, которые выдвинули кандидатов, они также могут представить на каждый избирательный участок по два наблюдателя. Кроме этого, каждый кандидат может назначить в избирательную комиссию члена комиссии с правом совещательного голоса. В принципе, все комиссии, все избирательные комиссии, территориальные, участковые избирательные комиссии, они сформированы по принципу предложений от политических партий. В территориальных избирательных комиссиях у нас порядка 59% представителей от политических партий, от разных политических партий. Каждая партия может представить только одного кандидата. В участковых избирательных комиссиях примерно такой же процент, чуть больше 58% представителей различных политических партий. И можете себе представить, какой отряд может быть на избирательных участках. Всего у нас членов участковых избирательных комиссий это порядка 4,5 тысяч, чуть больше 4,5 тысяч. А если собрать все возможности, которые кандидаты избирательного объединения, выдвинувшие кандидатов, могут представить наблюдатели, которые могут осуществлять общественный контроль, то получается больше 13 тысяч. У нас остается 2 минуты. У нас есть еще один звонок от телезрителей. Успеем коротко послушать, коротко ответить. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Вы еще с нами? Я понимаю, что вам долго пришлось ждать, но мы уже готовы вас выслушать. Алло, алло. Ну, по-видимому, долго ждали, раздумали. Светлана, я еще кроме блокадок, о котором я говорила про кандидатов, будет крупным шрифтом вот такие брошюры выполнены об ответственности за нарушение избирательного законодательства. Информация о кандидатах на должность, выполненная крупным шрифтом. Вот если не успели познакомиться, есть возможность почитать. Да, можно это все увидеть и прочитать на каждом избирательном участке. Информация о порядке заполнения избирательного бюллетеня. Так что информация вся будет предоставлена на избирательном участке. Было бы желание с этой информацией ознакомиться. Вот сесть, обстоятельно почитать, сделать свой выбор. Ну вот все, последняя минута у нас пошла. Может быть, какие-то напутствия вы скажете избирателям. Вот всем этим 507 тысячам. Уважаемые избиратели, все избирательные комиссии, всеми проведена огромнейшая работа. И всеми участниками избирательного процесса, и кандидатами, и членами избирательных комиссий. И мы вас все ждем. Двери избирательных участков будут открыты с 8 утра до 20 вечера. И мы вас все ждем на избирательном участке, чтобы вы сделали свой осознанный выбор. Ну, выборы, да, это тот день, когда нужно обязательно проявить свою гражданскую активность. Вот прийти и проголосовать. Мы часто критикуем власть, но это тот день, когда мы формируем эту власть. Поэтому 10 сентября нужно отложить. Чтобы не было никому потом претензий. Да, совершенно верно. Спасибо вам за то, что вы к нам пришли и все это рассказали. Будем надеяться, избиратели теперь подкованы, все знают и проголосуют как положено. Светлана, у нас есть телефон горячей линии. Если есть вопросы, пожалуйста, звоните на сайте. У нас будет видеонаблюдение с 12 участков Великого Новгорода в интернете. И будет видеонаблюдение с территориальных избирательных комиссий. Поэтому вся информация есть на нашем сайте избирательной комиссии Новгородской области. Еще раз спасибо вам. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за то, что эти 20 минут были с нами. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»